Здравствуйте! Впервые в России появился новый вид экстремального и активного отдыха летом. Называется он катание на грозки или траволыжах. Что они собой представляют, как на них катаются и чем они так привлекательны для экстремалов. Обо всем об этом мы расскажем в нашей сегодняшней программе. Если увидите летом человека, идущего с горнолыжными ботинками и палками, не спешите крутить пальцем у виска. Вполне возможно, он просто идет кататься на грозки или траволыжах. Они были придуманы для экстремалов-горнолыжников, чтобы те не скучали летом. Я по своей сути сноубордист и работаю инструктором здесь, но решил попробовать лыжи. Очень-очень завораживает скорость, но немножко, немножко абсолютно можно упасть. Вот. Они очень быстрые, очень технично на них можно научиться кататься, чтобы зимой просто приехать и порвать склон, так сказать. То есть это не как в этом году просто люди вставали на лыжи и ехали по прямой, а будут уже люди просто ехать и осознавать, что они делают, и из-за этого уменьшится и травмоопасность, и все прочее. В общем, просто поднимется уровень катания в нашем городе наконец-таки. Давняя мечта горнолыжников перенести зиму и в лето. Для того, чтобы она стала реальностью, неоднократно делали специальные спортивные снаряды. Сначала придумывали простые платформы с одним рядом широких роликов. Но в 1963 году немец Джозеф Кайзер изобрел гусеничную лыжу. С нее-то все и началось. Уже через 16 лет после изобретения прошли первые международные соревнования на Кубок Мира. Сегодня передовыми странами, где знают толков Грасски, считают Австрию, Чехию и Японию. Только в Европе насчитывается более 40 курортов травяной ориентации. Грасски популярны в Андорре, Великобритании, Германии, Польше, Франции и Италии. Летнее катание организуется даже на больших альпийских курортах. Однако для России трава лыжи – большая редкость. Этого вида спорта официально в России пока нет. То есть, если в мире есть федерация грасски, которая в Чехословакии находится, то в России пока, насколько я знаю, в двух местах. То есть, у нас и в Москве, в Бутово, на горнолыжном комплексе тоже есть несколько пар этих трава лыж. Но мы пока получили эксклюзивное право на реализацию этих лыж в России и продвижение. Инструктора наши, которые прошли подготовку по горным лыжам, будут сертифицироваться на инструкторство на трава лыжи. Ну и будем очень сильно пропагандировать, чтобы наши лыжники, горнолыжники, в летний период тренировались именно на трава лыжи. Гусеничные лыжи, рассчитанные на хорошо подготовленные травяные склоны, обеспечивают высокую скорость и точность управления. Поэтому им нет альтернативы в большом спорте. Обязательное условие спуска на трава лыжах – это короткостриженная трава. Покров не должен превышать 5 сантиметров. В противном случае у них значительно снижается скорость. Склоны готовят так, а затем только катаются. Это и есть сами трава лыжи, то есть краски. Конструкция достаточно нехитрая. Сердечник направляющий, по которому движутся сами салазки, вот эти вот, оснащенные роликами. И сама гусеница. К сердечнику вот этому крепится платформа с нехитрыми креплениями, похожими на крепления от жесткого сноуборда, куда встегивается обычный горнолыжный ботинок, ну и защитная планка, которая не дает друг в друга стучаться. Эксперты говорят, что травяные лыжи по длине, конечно, не дотягивают до настоящих снежных. Однако они постепенно становятся все длиннее, уже дросли до метра. Международная федерация лыжных видов спорта, ФАС, отменила все ограничения на длину лыж для соревнований. Ростовка современных травяных лыж калибрируется от 65 сантиметров до 100. Примерный радиус поворота от 8 метров до 25, а количество тележек от 15 до 23. Чем меньше длина и, соответственно, радиус поворота лыжи, тем легче учиться кататься, тем меньшую скорость можно развить. Чем больше тележек, тем плавнее ход, но больше вес. Впрочем, современные материалы позволяют снизить вес лыжи, увеличить скорость и добиться от нее необходимого характера поведения. Минус здесь только один. На них остановиться можно либо только на контруклоне, на склоне, или сделав большой-большой поворот, чтобы лыжи поехали в обратную сторону. На этих лыжах нельзя ехать плугом, то есть начальная базовая подготовка горнолыжника происходит таким образом. Его ставят в плуг, учат останавливаться, учат поворачивать, и все это идет из плуга. Здесь только параллельные лыжи. Говорите, что это лыжи, и параллельно. Причем базовая карвинговая техника, то есть поворот небольшими законами, постановкой лыж на камер. Только таким образом можно повернуть. То есть если ребенок или взрослый человек осваивает карвинговый поворот летом, дни у нас предложительные, то есть вечером приехал, покатался, то зимой он может спокойно вставать на лыжи, денек на учебном склоне, и можно ехать уже кататься в большие горы и отдыхать. В самом начале обучения при катании на малой скорости травяные лыжи кажутся похожими на роликовые коньки. Но потом, по мере роста опыта и возрастания скорости, гусеницы все больше напоминают снежные лыжи. От обычных роликов краски отличаются, во-первых, длиной, а во-вторых, тем, что на них можно кататься не только по траве, но и по земле, и даже по снегу. Да больше, мне кажется, ничем они от роликов не отличаются. На роликах, конечно, по асфальту покатаешься. Мы привезли одну пару еще внедорожных роликов на проб, но меня не впечатлило, там очень тяжело лежать баланс. Здесь полностью даже сама форма лыжи, она немножко выгнута. То есть при постановке на кант лыжи уже уходят в поворот. Вообще опытные лыжники могут разгоняться на травяных лыжах до таких же скоростей, как и на снежных. Спортивные техники катания на зимних и летних лыжах настолько похожи, что позволяют гонщикам тренироваться круглый год. Кстати, сегодня «Грасски» пользуются особой популярностью не только среди спортсменов зимних видов спорта. Появилась группа людей, которые любят трава лыжи в чистом виде, считают их даже самостоятельным видом спорта. «Грасски» – это очень похожая штыкенция на лыжи, но они как бы более травмоопасны, и они не любят немного, когда на них вперед надавливаешь, назад надавливаешь. Потому что на лыжах это позволяется. Именно техника катания похожа, но что-то все же не отличается. Но преимущество «Грасски» в том, что они зимой и летом, правда, зимой они немного будут проваливаться в снег, а летом это прекрасная замена лыжам. В принципе, очень много своих тонкостей. То, что я делал на зимних лыжах, совершенно нельзя повторить тут. Зану придется учиться кататься. Есть нюансы, а зимние лыжи, они длинные, а эти короткие. Если начинаешь закладываться вперед, весь тело, то сразу проваливаешься. Если начинаешь заднюю стойку, то немножко садишься, проваливаешься назад. Интересно? Ну да, можно поработать. Вещь очень интересная, просто потому что новая. Потому что в России таких пока что нет. И мы вообще, я думаю, так первыми будем, кто их попробует, кто на них научится ездить. Вот поэтому ощущения очень приятные. Очень интересно всегда что-то новое пробовать. Рав, вот ты катаешься и на сноуборде, ты катаешься на горных лыжах. Сейчас покатался на травы лыжах, на гражданах. Вот что об этом ты скажешь? Впервые я боялся, начиная. А как попробовал? И начал бояться. То есть нормально, да? Управляемый, хорошо? Да. За сколько ты уже перестал бояться? После скольких спусков? После одного. После одного? То есть попробовал и потом уже поехал, да? На данный момент в Рязани формируются команды по горным лыжам и сноуборду. В ближайшее время в спорткомитет будут отправлены списки с именами ребят, которых подготовят к соревнованиям. Травалы же должны будут помочь им в тренировках. Поклонники экстремального вида спорта говорят, что он помогает либо снять напряжение, либо наоборот его получить. Возможно, поэтому армия любителей экстрима быстро растет. И те виды спорта, которые еще лет 20 назад казались экстримом, сегодня воспринимаются как обычный спорт. Например, автогонки, дайвинг, серфинг, сноуборд и, конечно, скалолазание. Именно о нем пойдет речь дальше. Скалолазание Скалолазание – вид спорта, который заключается в лазании по естественному или искусственному рельефу. Оно выделялось из альпинизма как самостоятельный вид спорта не так давно. Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию, совсем включено правила, программа, положение, призы, были проведены на склонах Домбаев в 1947 году. В 2007 году была образована Международная федерация спортивного скалолазания, в которую вошло 68 стран, в том числе и Россия. В скалолазании, в принципе, это очень такой вид спорта, как раз тем и хорош. То, что если ты выступал как спортсмен, то и не можешь поддерживать себя в такой высокой форме, то, в принципе, очень спокойно и для души можно заниматься скалолазанием как отдыхом. И получать еще больше удовольствия от этого. Вообще скалолазание отличается от альпинизма. Говоря по-простому, альпинизм – это покорение горных вершин, восхождение, а скалолазание – прохождение скальных маршрутов, иногда совсем небольших, но очень сложных. Однако и то, и другое спорт, не имеющий ничего общего с прогулкой в горах. Он требует физической и технической подготовленности, навыков, экипировки. Любой маршрут скалолазный, он из себя для человека, его покоряющего, он все равно предоставляет определенную трудность. В этом-то как раз и прелесть. То, что нужно, ну и стоит такая задача – залезть по скале без помощи разных металлических приспособлений, без дополнительного, скажем так, приспособлений, а только использовать свои возможности на тебя природой. Это руки, ноги, голова. Скалолазание – вид спорта, который достаточно требователен к тренировкам. Пропущенное занятие мгновенно сказывается на физической форме. У скалолазов есть такое мнение, что при пропуске одной тренировки восстанавливаться надо неделю, чтобы мышцы пальцев пришли в тонус. Но важно не только это. Каждый скалолаз должен научиться технике срывов. Юрий помнит, как он осваивал ее, когда был новичком. И самым таким щекотливым моментом было то, что неизвестно, когда инструктор крикнет тебе срыв. Нас тренировала Маргарита Панферова. А после ее слов ты должен, не раздумывая ни секунды, просто отпускаться и падать вниз. И вот было несколько таких моментов, когда она сначала на безопасных каких-то высотах командовала срыв. Потом я вылазил все выше и выше. В конце концов я вылез выше нижней точки страховки, достаточно на большое расстояние, метр на три. И она крикнула срыв, и я там испугался. Но тем не менее все равно пришлось отпускаться, потому что надо было это делать. В скалолазании немало сложных и интересных маршрутов. Однако по названию любого из них не всегда поймешь, что тебя может ждать впереди. Маршрут, как правило, называют не исходя из каких-то категорий трудностей, а по настроению его автора и тех впечатлений, которые он получил. Например, не бросайте бабушку в крапиву. Маршрут проходит по такому нависающему углу. А когда его делали, то, скорее всего, внизу на земле росла крапива. И постановщик, когда он пробовал маршрут, он много раз срывался и падал, наверное, в эту крапиву. Поэтому он как-то так вот взял и назвал. Для увлеченных людей в скалолазании вся жизнь. Любимый спорт обеспечит красивой фигурой, хорошими друзьями, настроением и возможностью более интересного времяпрепровождения. Кто-то открывает для себя в скалолазании новые необычные ощущения. Возможность попробовать себя на вертикали. Любой скалолаз похож на вечного студента. Век лазает и век учится. Предела для совершенства не существует. Всегда впереди маячат все новые и новые горизонты, к которым каждый из нас стремится всю свою сознательную жизнь. Что увлекает сильнее, чем экстремальный спорт или экстремальный отдых? Иногда эти понятия даже сложно разделить. Экстрим привлекает множество людей. Ведь пережить эти захватывающие ощущения – это значит не только победить свои явные и тайные страхи, но и обрести уверенность в себе, чувство собственного достоинства, испытать новые неизведанные чувства. Все это хорошо, но увлекаясь экстримом, не забывайте о собственной безопасности. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи! Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил! Детское сидение. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию получается. О temos Верска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Детское сидятина. Продолжение следует...